Здравствуйте! Думаю, едва ли кто-то будет спорить с тем, что семья является самым важным в жизни человека. Люди знакомятся, узнают друг друга, и по звуке свадебного марша соединяют свои сердца, чтобы жить вместе долго и счастливо. Однако, к сожалению, случается и так, что браки распадаются. И расторжение брака, как правило, всегда влечет за собой раздел совместно нажитого имущества, который порой порождает множество вопросов. Супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения данным имуществом. Таким образом, частное унитарное предприятие, созданное в период брака, находится в совместной собственности супругов. При расторжении брака разделу подлежит все совместно нажитое имущество супругов, при этом их доли признаются равными, если иное не определено брачным договором. Необходимо помнить, что правом собственности на имущество частного унитарного предприятия обладает его учредитель. Таким образом, разделу будет подлежать не само предприятие, а имущество, которое принадлежит учредителю. В статье 113 Гражданского кодекса Республики Беларусь законодатель предлагает несколько способов раздела имущества частного унитарного предприятия. Так, частное унитарное предприятие может быть реорганизовано путем разделения, либо преобразования его в хозяйственное товарищество или общество, или производственный кооператив. То есть, частное унитарное предприятие может быть реорганизовано в общество с ограниченной ответственностью, где у каждого из супругов будет доля в уставном фонде общества. Также предприятие в целом, как имущественный комплекс, может быть продано лицу, не являющемуся участником долевой собственности, на имущество унитарного предприятия, а вырученные от продажи деньги разделены между супругами. Третий способ предполагает передачу предприятия в собственность одного из супругов с выплатой другому компенсации соответственно его доли в общем имуществе. Если реорганизация или передача имущества в собственность одного из супругов невозможны по каким-то причинам, либо противоречат законодательству, то предприятие подлежит ликвидации в порядке, установленным законодательством. После признания судом такого права, бывший супруг может войти в состав учредителей общества, но только при наличии согласия всех остальных участников общества. При этом для отказа во включении бывшего супруга в состав участников общества достаточно несогласия на это любого из участников, даже обладающего минимальной долей в уставном фонде. При отказе во включении бывшего супруга в состав участников общества, общество обязано выплатить ему стоимость его доли в уставном фонде, либо выдать имущество в натуре на такую стоимость. В случае отказа во включении в состав участников общества бывшего супруга, общество обязано выплатить ему стоимость его части доли, либо выдать имущество в натуре на такую стоимость. Такой же порядок компенсации стоимости доли предусмотрен законодательством и в том случае, если супруг, за которым признано право на часть доли в уставном фонде общества, не намерен становиться его полноправным участником. При этом выплата стоимости части доли, либо выдача в натуре имущества на такую стоимость, производится в сроке, определенные уставом, но не позднее 12 месяцев со дня заявления супругам соответствующего требования. Вообще, оптимальным вариантом решения вопроса раздела совместно нажитого имущества является заключение брачного договора. В брачном договоре можно предусмотреть, что имущество предприятия, доля в бизнесе, либо весь бизнес целиком принадлежит одному из супругов. Безусловно, брачный договор является не единственным способом мирного урегулирования вопроса раздела совместно нажитого имущества. И в будущих передачах мы обязательно коснемся с вами всех возможных вариантов. А темой нашей следующей передачи станет раздел квартиры, построенный с привлечением льготного кредита. Знайте свои права и всего хорошего! Редактор субтитров А.Семкин